Добрый день! Последние новости. Администрация президента Байдена организовала комиссию по контролю за дезинформацией. То есть конкретно комитет, который будет следить за тем, какая информация правильная, а какая неправильная, и, соответственно, какую надо запрещать, а какую можно народу подавать. Вот так вам новость. Тут в Америке многие, честно говоря, охуели, скажем так, большинство населения, вне зависимости от того, демократы они или республиканцы, просто потому все тут же стали сравнивать это с Министерством правды Орвила, и на самом деле на это похоже. С чем связана эта ситуация, создание этой комиссии? Я думаю, вне в малой части, это мое личное мнение, естественно, я не могу знать, как там и что происходит в американском правительстве, но я считаю, что это связано с тем, что Эллен Маск купил Твиттер, и как только он его купил, да, ситуация радикально изменилась. У меня есть аккаунт на Твиттере, я там достаточно активна, подписчиков у меня немного, тут дело не в этом. Тут дело в том, какая у меня лента, какие ко мне приходят новости, и сколько людей видят мои посты, тут совершенно очевидно. Вот как только он купил Твиттер, в первый же день ситуация, мне было совершенно очевидно, ситуация радикально изменилась. Так что я думаю, в связи с этим Байден создал эту администрацию. Посмотрим, как это конкретно будет притворяться в жизнь, и чем конкретно это грозит обыкновенным гражданам, ну и компаниям, я думаю, и всем остальным. В Америке сейчас, для тех, кто не знает, очень, ну, во-первых, mid-terms, это как раз когда срок президентский ровно наполовину выборы, очень много позиций в Сенате и в Конгрессе на перевыборы поставлены, ну и плюс отдельно по штатам, я живу в штате Невада, это где Лас-Вегас, на всякий случай, и у нас большой выборный год. У нас год перевыбора губернатора в этом году, что принесет значительные изменения, я думаю, и выбор очень много позиций, секретаря штата, различных сенаторов и конгрессменов из нашего штата, ну и многие другие позиции. То есть там достаточно crowded field, народу много, выбираются везде и повсюду, и мы очень надеемся, ну мы, большое количество населения надеется, что мы поменяем наш штат на в основном республиканский. На сегодняшний день у нас губернатор-демократ, ничего хорошего он нам не сделал во время пандемии, особенно, и мы очень надеемся, что мы сможем выбрать как можно больше республиканцев. Но это при условии, что выборы будут производиться честно, никто никого не будет обманывать, никто ничего не будет подтасовывать. Посмотрим. Ну и посмотрим, что будет с этим министерством по дезинформации. Короче, к Твиттеру. Почему я думаю, что очень важную роль в создании этого министерства и имела покупка Илоном Маском Твиттера? На Твиттере до, буквально до того, как он его купил, очень мало было информации или постов от людей, которые рассматривали ситуацию с конфликтом на Украине объективно. Я не говорю взять чью-то сторону, речь идет совершенно не об этом. Я говорю об объективности. Освещать события всегда нужно объективно. Я вам могу сказать, что когда я проснулась, ну, у нас здесь уже было 25 февраля, вдруг неожиданно я открываю Твиттер, и у меня вся лента заполнена постами от людей, которых я не просто фоллоу, а которых я вообще не знаю, кто они такие, никогда их жизни не видела. И все это было направлено конкретно против России, сто процентов против Путина, и ставило Украину в позицию невинной жертвы, подчеркиваю, невинной. Там было все конкретно сказано. Мне было совершенно очевидно, что это была продуманная пиарная операция. Абсолютно у меня никаких сомнений на эту тему нету. Тем более, что люди, которых я даже лично не знаю, но которых я фоллоу на Твиттере, от которых я читаю посты совершенно в других городах и других штатах, сказали то же самое, что они проснулись, и вдруг неожиданно у них лента переполнено вот всем этим, непонятно от кого, людей, это не алгоритм, это направленная пиар-операция. Там все было продумано, сделано. И в течение последующих, ну, по крайней мере, полторы недели, явно это пиар-компания, у них было разработано несколько стадий, и они эти стадии потихоньку выпускали, одно за одной. Значит, началось все буквально на второй день с того, что вдруг резко все начали выливать русскую водку, кстати, которая уже у них куплена, и деньги за нее уплачены. Я про этот идиотизм могу даже не комментировать, по-моему, там все всем понятно. Но вдруг неожиданно заполнилось интернет, Твиттер, интернет, включая Ютуб, включая Фейсбук, неожиданно все по Америке, ну, нет, не все, неправильно я сказала, ну, много, очень много, я думаю, скажу, что сотни видео, и не ошибусь, вдруг демонстративно выливают русскую водку и клянутся, что все, они будут пить только украинскую. Это все продолжалось дня четыре. Потом это все резко остановилось. Вот сейчас и даже вот еще, и недели три назад, и четыре, вы ни одного такого видео, и ни одного упоминания про это не услышите. То есть я думала, что это была одна из составных частей, извините, кампании, первого шага этой пиарной кампании. Потом начались следующие шаги, а в частности те фейки, которые уже конкретно разоблачены, фотография Зеленского около танка, где он кричит, что он будет грудью защищать Киев сам лично, как потом выяснилось, эта фотка пиарная была снята более года назад. Ну, и такого типа вещи. Особенно было интересно видеть совершенно непонятные посты, совершенно не от людей, которых я никогда не видела, не слышала в Твиттере, про очень странные вещи. То есть они пытались формировать, извиняюсь, формировать общественное мнение. Извините, я говорю, я живу в Америке и говорю всегда по-английски. У меня практически нет русского окружения, поэтому иногда по-русски я спотыкаюсь, прошу простить. Так вот, они пытались формировать общественное мнение, совершенно очевидно, и были посты, которые, ну, обыкновенному средневзятому американцу, которые, скажу честно, не самые умные люди, им это все преподавалось, вот готовы, они это покупали. Человек, который может мыслить, ну, хотя бы чуть-чуть, ну, наверняка бы понял, что что-то тут непонятно. Например, был пост, ну, якобы от какой-то украинки, которая говорит, вот, двух девочек, именно девочек, на улице, они просто шли по улице, по какой-то, непонятно в каком городе, кстати, она не говорила, шли две девочки по улице, их схватили, captured, то есть, запленили русские солдаты, они их пытали, насиловали и убили. Вот такая вот вам историка. И она, естественно, душераздирающая, еще какие-то комментарии на эту тему писала. Ну, во-первых, совершенно, если человек подумает на эту тему, совершенно непонятно, зачем русским солдатам было хватать каких-то гражданских девочек, которые шли по улице, во-вторых, и почему же они их пытали, какую они секретную информацию они пытались из них вытащить, а затем они их изнасиловали и затем они их убили. Но это все на потребителя, который плохо понимает, как работает русская армия на самом деле, ну, на тему того, насколько она организована, какая там дисциплина, какой там ожидает трибунал за нарушение всяких правил, которых очень много, и что солдаты вот просто так, в отличие от украинской армии, где в основном наемники, вот так вот просто так по улицам не бегают и мирных жителей не хватает, они просто не могут. Просто-напросто. Если они помогают каким-то жителям, есть много фотографий, где солдаты на самом деле помогают, раздают еду, там с детьми разговаривают, но, во-первых, совершенно очевидно в этих видео, видно, что они все в группах, и там, можете не сомневаться, у них есть какой-то командир, начальник, который за всем этим внимательно следит. В русской армии солдаты вот просто так, нигде не бегают. Это я вам говорю, как человек, у которого служили отец, дед, и я, когда я жила в России, я немного знакома сама лично, как работает русская армия. Ну так вот, вот такого типа посты здесь были везде и кругом, и ничего, даже уже не говорю, в защиту России, хотя бы какие-то объективные факты, какой-то объективный анализ. Рассказ про Донбасс было вообще нигде. Разговора о Донбассе за последние 8 лет разговора не было нигде. И я знаю по себе, когда я пыталась ответить кому-то на комментарии, упомянув Донбасс и упомянув историю, мне делали то, что называется shadow ban, то есть меня не банили, но мои комментарии были не видны. Это я знаю совершенно очевидно, потому что я ставила, естественно, тем, кто был совсем не за Россию. И я совершенно резонно ожидала, что на меня сейчас польют говно с миллионом комментариев о том, какая я вся такая любительница Путина и какая я гадость. Но этих комментариев не было нисколько. О чем это говорит? Это говорит о том, что Твиттер спокойно глушил мои комментарии и их просто было никому не видно. Вот когда я купил Илон Маск Твиттер, ситуация изменилась значительно. Теперь намного больше видно комментариев от людей, которые объективно рассматривают ситуацию, делают анализ. Кстати, в Америке есть достаточное количество людей, серьезных людей, которые делают серьезный анализ, ситуацию рассматривают объективно, знают историю, приводят факты, короче, пытаются людям рассказать правду. Ну, это достаточно сложно сейчас. Кстати, эти люди, они не русские, они американцы. Ну, к примеру, Скотт Риттер, я думаю, что те, кого интересуют, уже видели его многие видео. Также есть радиоведущий Ли, Ли Странаген, его имя, у него радио, шоу, и он на Твиттере постит очень много. Есть пара каналов на Ютубе, опять же, от американцев, есть канал на Ютубе Ай Рогрей, это из Великобритании парень. конечно, я думаю, многие знают про Гонзала Леру, но он живет на Украине, он чилиец. Короче, люди, такие люди, они пытаются донести правду до масс, что могу сказать очень-очень сложно. Это все идет дело достаточно медленно, встречается с огромным сопротивлением, но, тем не менее, появилось, по крайней мере, появилось больше таких постов на Твиттере. И теперь, каждый раз, когда я ставлю какой-то комментарий, у меня, я вижу, что есть реакция. Раз есть реакция, значит, комментарии людям видны. Вот, вот это самое главное. Я долгие видео записывать не люблю, поэтому буду рассказывать вкратце. Это я вот просто хотела обсказать ситуацию на сегодняшний день насчет этого Министерства правды, скажем так. Я думаю, что вот это Министерство правды каким-то образом опять начнет глушить информацию. То есть, информация опять пойдет только односторонняя, и среднеамериканский обыватель, они покупаются на это дело сто процентов. Большинство, скажем так, большинство. И все, что они видят в YouTube, Twitter, на новостях, они все это кушают по полной программе. Это я знаю, потому что я разговариваю с людьми здесь, уже с людьми лицом к лицу. Люди, которых я знаю, люди, с которыми там случайно приходится столкнуться в разных общественных местах, в транспорте. И у людей абсолютно сказать неправильное, это даже ничего не сказать, представление о том, что происходит. А многие вообще понятия не имеют. Я вам скажу, одна дамочка, она, кстати, меня послушала, она попыталась по крайней мере понять. И дамочка образованная, у дамочки высшее образование, она заканчивала институт. И она мне совершенно спокойно, она говорит, да, вот ты мне скажи, потому что, вот насколько я знаю, Украина была сформирована в 2014 году, правильно? Ну вот, мне пришлось ей вкратце давать курс, так сказать, истории, что и как, пытаться объяснить ситуацию. Вникла она или не вникла, я не знаю, но, как правило, когда времени нет долго рассказывать, я людям, как правило, говорю все, что вам здесь преподносят СМИ и ваши социал-медиа, 99% это абсолютная неправда, не просто частично, а абсолютная неправда, там ситуация совершенно другая, и им просто даю рекомендации, говорю, знаете, не надо слушать меня, вы можете подумать, что я заинтересованный, так сказать, человек, потому что я русская, поэтому, пожалуйста, вот смотрите каналы Скотт Риттера, смотрите каналы это все по-английски, смотрите Ли Стрэнаген, послушайте их, постарайтесь как-то переварить информацию, а уже потом делайте выводы. Вот так. Спасибо, всем хорошего дня.